Большую часть населения волнует вопрос, как же похудеть, не тратя много времени, энергии и не превращая свою жизнь в каторгу. На самом деле все просто. Существует всего 10 правил, которые помогут в осуществлении задуманного. Даже если вы будете выполнять хотя бы 3 из них, результат не заставит себя ждать. Более того, эти правила помогут вам не только уменьшить вес, но и оздоровиться, что тоже немаловажно. Правило номер 1. Не перебарщивайтесь перекусами. Постарайтесь забыть о фастфуде, это ваш главный враг. Именно в такой пище содержатся жиры, которые очень медленно расщепляются. Если уж совсем не в многоту, постарайтесь для начала ограничиться в их употреблении. В перерыве между работой не бегите за очередным чизбургером или пиццей. Лучше перекусите фруктами или орешками. Поверьте, они насытят вас не хуже фастфуда. Да, и плюс к тому, вы уж точно не поправитесь. Забудьте о поздних перекусах, для вас это табу. Все, что вам нужно вечером, это зеленый чай. Правило номер 2. Ведите активный образ жизни. Наверняка вы замечали, что при просмотре любимого сериала, еда кажется вкуснее и ее всегда мало. Отдравитесь от телевизоров и компьютеров. Активный образ жизни. Вот ваша палочка-выручалочка. Пока вы лежите или сидите, ваши калории никуда не уходят. Отсюда и лишний вес. Ничто так не сжигает калории, как прогулка или пробежка. А лучше посвящать групповые занятия фитнесом. После интенсивных тренировок вы уж точно не захотите есть. Это связано с тем, что после потери калорий вы на подсознательном уровне не хотите набирать их опять. Усталость тоже дает о себе знать. Максимум, чего вы захотите после тренировки, это лечь спать. Правило номер 3. Приучите себя взвешиваться каждый день. Ничто так не стимулирует, как постоянный мониторинг вашего веса. Заведите себе весы, взвешивайтесь каждый день и анализируйте. Если вы видите уменьшение веса, это вдохновляет вас, не так ли? Не забывайте, что при интенсивных и постоянных тренировках мышечная масса увеличивается. Так что не пугайтесь, если вес никуда не движется или наоборот стал больше, а вы не нарушали при этом правила. Если вдруг вес застопорился на одной отметке, не пугайтесь. Это повод попалывать себя чем-то вкусным и желательно очень калорийным. Такой подход обязательно расшатает ваш показатель. Правило номер 4. Устраивайте себе интенсивные тренировки. Интенсивная зарядка по утрам 3 раза в неделю поможет вам в наращивании мышечной массы. Чем она выше, тем выше метаболизм. А чем выше метаболизм, тем быстрее в вашем организме происходит процесс переработки съеденной еды, что положительно скажется на процессе похудения. Правило номер 5. Не едите на поводу у еды. Как только вам захотелось или вредной пищи, или уже время не позволяет что-либо съесть, постарайтесь перенаправить ваши мысли в другое русло. Например, позвоните подруге, включите захватывающий фильм, наведите порядок. Что угодно, что может отвлечь ваше внимание. Исследования показали, что для того, чтобы перестроиться, вам понадобится всего 5 минут. Уверяю вас, уже через 5 минут после разговора с подругой вы забудете, что хотели есть. Правило номер 6. Большой сбалансированный завтрак – ваш помощник. Не зря существует поговорка «завтракай как король, обедай как принц, ужинай как нищий». Ваш завтрак – это обязательно белки и углеводы. Это не только полезно для здоровья, но и это залог успешного продуктивного дня. Постарайтесь включить в ваш завтрак мясо или яйца, а также обязательно хлеб с маслом. Утром, а именно до 12 дня, вы можете есть что угодно. Побалуйте себя чем-то сладеньким. Это может быть даже выпечка. Правило номер 7. Ешьте по расписанию. Пища усваивается и переваривается лучше, если вы употребляете ее в четко определенное время. Учеными доказана полезность такого подхода к употреблению еды. Приучите себя не есть после шести. Сначала будет трудно, но уже через некоторое время вы почувствуете, что привыкли и есть вечером вам совсем не хочется. Не забывайте устраивать себе праздники с живота на выходных, ведь еда – это одно из самых доступных удовольствий для нас. Правило номер 8. Ешьте фрукты дважды в день. Фрукты преимущественно состоят из воды, а еще немало калорийных. Вот их основные плюсы для худеющих. Не стоит забывать, что фрукты – кладезь витаминов и минералов. Если вдруг захотелось чего-то сладенького, лучше отдайте свое предпочтение яблоку или банану. Они намного полезнее. Яблоки также помогут поддерживать здоровье ваших зубов. Банан и виноград, пожалуй, с этими видами лучше не перебарщивать, они очень калорийны. Правило номер 9. Спите дольше. Ученые настоятельно рекомендуют ложиться на полчаса раньше и вставать на полчаса позже. Минимальное время для сна – 8 часов. Учтите, что при недосыпании организм находится в состоянии стресса. При стрессе жиры откладываются, а это значит, что ваш вес не уменьшается, а увеличивается. Не доводите себя до изнеможения. Это повлечет негативные последствия для вашего здоровья. Помните, здоровье – это ваше все. И правило номер 10. Представляйте себя худой. Это звучит странно, но визуализация действительно работает. Таким образом вы мотивируете себя и ни при каких условиях не отступитесь от своей цели сбросить вес. Говорят, мысли имеют свойство материализоваться. Так оно и есть. Ученые уже успели это доказать. Будьте здоровы, подписывайтесь на канал. Бай-бай.